На этом уроке мы начнем разбор 15 айта чтобы мы взрастили ею зерна и растения Ли аллама это харфу джарин предлог родителям подрежда, а значит не рассматривается наука сарф так как любой харф предлог или частица это слово с неизменяемым окончанием Нух риджа это фиалун мударин глагол настоящего будущего времени по модели нуфалю В основе было нух риджо с дамой на конце Фатха здесь на конце из-за скрытой подразумеваемой здесь частицы ан но про это мы подробно поговорили в части синтаксиса Итак нух риджо с дамой на конце это альфиал мударин образован от формы альмады формы прошедшего времени ахраджа по породе аф аля Значит трехбуквенным корнем основы глагола ахраджа является харджа Получается что ахраджа это фиалун саласийун мазидун фиихи харфун вахидун сахихун салимун мутааддин Это трехбуквенный глагол с добавлением одной буквы а именно хамзы правильный здоровый глагол Так как среди трех его коренных букв нет ни слабых букв ни хамзы ни однородность второй и третий коренных букв Так же этот глагол мутааддин переходной так как до добавления хамзы вначале он был лязем непереходным А после добавления хамзы вначале то есть после преобразования в породу аф аля он уже стал переходным Так харджа переводится как вышел харджа это лязем непереходный глагол а ахраджа это уже вывел Уже мутааддин переходным Известно что в отличие от трехбуквенных глаголов глаголы которые имеют четыре и больше букв имеют стандартные общие правила образования различных форм Таким образом зная одну из этих форм мы автоматически можем извлечь и найти все остальные формы так как здесь уже все подчинено строгим правилам И как мы знаем при образовании формы аль-мутаады вначале любого глагола добавляется одна из четырех букв приставок Хамза-нун-та-я Например, Кэтаба-яктуба-ааллама-четырехбуквенный глагол его мударе-юаллему После добавления приставки я вначале у нас стал пять букв Значит то же самое должно было быть и здесь в глаголе ахраджа То есть если у нас в глаголе прощающего времени есть четыре буквы И мы добавляем при образовании формы настоящего будущего времени аль-мутаады одну букву Представку должно было быть пять букв потому что четыре плюс один — это пять Но в породе Afall, где четыре букв мы при образовании форм аль-мутаади при помощи добавляемой буквы приставки Мы видим что после добавления четырех букв одной букв всё равно в итоге остается четыре букв То есть как бы четыре плюс один как будто равняется четыре Например, Аф'ала, Юф'ил, Ахраджа, Юхриджу. Дело в том, что при добавлении в начале глагола по породе Аф'ала одной из букв приставок, одновременно с добавлением этой приставки удаляется буква Хамза, которая имеется в начале глагола. Таким образом, что образуемый глагол Аль-Мудари одновременно и лещается буквой и получает ее. Лещается Хамзе, которая была в форме Аф'ала, и получает одну из четырех букв приставок. Как мы видели, Ахраджа, Юхриджу, в основе была Юахриджу. Хамзу глагола по породе Аф'ала удалили, так как в форме первого лица единственное число это приводило к трудности произношения, или скажем, к некрасивому произношению, когда гортанная буква Хамза произносится вслед за такой же гортанной буквой Хамзы, например, Уахриджу. Так первая Хамза – это приставка глагола Аль-Мудари, а вторая Хамза – это Хамза по породе Аф'ала. Значит, ради легкости произношения удалили вторую Хамзу в форме единственного числа первого лица. Раз удалили здесь, то заодно удалили в остальных оставшихся формах, например, Нухриджу, Тухриджу, Юхриджу. Иногда редко можно встретить глагол, где эта удаленная Хамза употребляется в соответствии с первоначальной формой, как приводится в книгах по Сарфу в одном стихе «фа иннаху ахлюн ле ай ю акрама». Поистину он заслуживает того, чтобы к нему проявили уважение, почтение. Как мы видим, здесь поэт использовал первоначальную форму, сказал «ю акрама», а не «ю крама», как уже везде употребляется. Он сделал это, чтобы выровнять свой стих. Если Хамза породы Афаль удаляется в форме Аль-Мудара, это значит, что эта Хамза будет удалена и в формах Исмафа'аль и Исмафа'аль, то есть имя действующего, имя поддейственного, так как каждая из этих форм образуется от форм Аль-Мудара, формы настоящего будущего времени. Например, Мухриджун уводящий и Мухриджун уводимый. Единственная форма, где эта Хамза возвращается, так и это в форме приказа, повеления, например, Ахридж. Следующие два слова – это Биги, Харфба и местомение Ха. Мы пропускаем эти два слова, мы пропускаем, так как эти слова с неизменяемым окончанием, а значит, не будут рассматриваться этой наукой. Следующий слой – это Хаббун по модели Фаалин. В основе было Хаббун, как видно, первая из двух однородных букв – Суккуна, а вторая имеет огласовку, из-за чего здесь Идгамун, происходит Идгамун, то есть слияние или удвоение становится обязательным, как в других подобных местах, например, Маддун, 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 Аддун, Аддун и тому подобное. Хаббун – это Исмун, Суласиун, Муджарадун, Гайрусалимин, Сахихун, Мударафа, то есть трех букв на имя без добавления, Сахихун, так как здесь нет слабых букв. Однако Гайрусалимин, так как это Мударафа, то есть его Айн и Лам, его вторая и третья коренные буквы являются однородными. Последнее слово у нас это Набатун по форме Фаалин, значение растения. Следует отметить, что слово Набатун в других местах может проходить в значении Исмуль Маср, имени, которые проходят в значении имени действия, от глагольного имени. Например, в суре Нух мы читаем И Аллах взрастил вас из земли, подобно растениям, дословно взращиванием, взрастил вас взращиванием. Значит, Набатун здесь в значении Масра глагола. Должно было быть Анбата Инбатун, но Инбатун здесь заменено на Набатун. Аллаху А'lam.